Жители ядерного города Лесной на севере Свердловской области бьют тревогу. В закрытом территориальном образовании, окруженном со всех сторон заборами и КПП, уже третью неделю вольготно разгуливают медведи. Как минимум трое – медведица и двое медвежат. Впрочем, жива ли медведица до сих пор, точно неизвестно. Все чаще медвежата стали появляться одни. Лесных хищников встречали на дорогах общего пользования. В лесопарковой зоне, на спортивной площадке, возле пожарной части, у мусорных баков, заводских столовых. Случаев нападения медведей на лесничан пока не было. Однако администрация города обратилась к жителям с разъяснением происходящего и предостережениями. Цитата. «Да, в черте нашего городского округа были замечены медведицы и медвежата. Об этом своевременно сообщалось жителям города, чтобы они были внимательны и осторожны. О случаях выхода медведей председатель общества охотников и рыболов в городе Лесного сообщил в Департамент по охране животного мира Свердловской области. Только этот департамент принимает решение об изъятии медведя из животного мира. На сегодня такого решения пока нет. Ситуация с медведями на контроле. Соответствующие службы и спасатели регулярно выезжают в те места, где были замечены медведи». В ответ на это обращение лесничане, в том числе приславшие нам видео своих встреч с медвежатами, утверждают, что никаких спасателей, да и вообще никаких мер со стороны мэрии в отношении гуляющих по городу медведей они не видят. «Да, пока такие встречи у многих вызывают умиление. Но что будет, спрашивают горожане, если завтра медведь решит изъять из животного мира кого-нибудь из жителей Лесного?» Напомню, сообщение о выходе медведей к людям в различных городах и районах Свердловской области беспрерывно поступает с середины лета. Объяснение этому дал председатель общества охотников и рыболов в городе Лесной Николай Яровенко, цитата. «Медведи выходят к поселениям людей ежегодно. В этом году это более заметно в силу произошедших лесных пожаров, в том числе в заповеднике Денежкин камень. Но основная причина – отсутствие в лесах кедрового ореха и мало ягод. А поскольку осенью медведи готовятся к спячке, то усиленно набирают запасы. При нехватке еды идут ближе к людям, в места, где есть свалки. Медведи уже были замечены не только в лесном, но и в Нижней Туре, Качканаре, Серове. На сегодняшний день такая ситуация практически на всей территории Свердловской области». Конец цитаты. Сотрудники МЧС утверждают, что в большинстве случаев встреча человека с медведем не несет опасности. Животные, как правило, просто убегают, но в редких случаях они могут начать двигаться в сторону человека. Что делать в этом случае? Цитата. «Во-первых, нельзя кормить медведей. Нельзя оставлять пищевые отходы в местах отдыха и на тропинках, где постоянно ходят люди. Во-вторых, надо следить за тем, где вы разбиваете лагерь, если находитесь в лесу. Желательно это делать в стороне от троп. Большой костер и большая компания в лагере также удержат медведей на расстоянии, при условии, что он сможет обойти лагерь стороной. В-третьих, когда вы движетесь по тропе, старайтесь издавать побольше звуков. Разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень. Дело в том, что медведь – очень осторожное животное, лишний раз на рожон не полезет. Но если встреча с медведем не удалось избежать, самое главное – не паниковать ни при каких условиях. Если медведь пытается приблизиться, в 90% случаев хватает резкого свиста или неожиданного хлопка в ладони, чтобы зверь побежал прочь. Если он продолжает приближаться, следующее средство – бросить в него камешек. Как правило, работает. Не поворачивайтесь к медведю спиной. Не пытайтесь убежать от медведя. При контакте с медведем старайтесь не смотреть ему в глаза. В животном мире это означает вызов. «Самым опасным является встреча с медведицей, у которой есть медвежата, особенно если случайно оказаться между ней и детенышами. Поэтому, как только вы увидите медвежонка, сразу же уходите туда, куда ему будет трудно за вами идти». Конец всех цитат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...